Так, рукав 37, с ПР, с прибавкой, ага. Бор должен быть 18,5. Должен быть 18,5, правильно. Но не хватает сбоку Г1Т1 длины 15 см. ВДП готовая 20,5. До каких размеров уменьшить бор для 52 размера? Ага, чтобы уменьшить ВДП, чтобы увеличить рост, расстояние между. Значит, Галин и Евгения, вам нужно вернуться назад, посмотреть то занятие, на котором мы разбирали исключение из правил. И у вас там, сейчас, если найду ее быстро, вот, мы разбирали с вами исключение из правил. Вот оно, второе исключение из правил. Смотрите быстренько, как нашлось. Давайте здесь еще подержим вот эту табличку, да. Значит, как нужно поднять, ну, вот здесь вот Т1Г5, но вот на самом деле Т1Г1, вот это вот расстояние, да. Если у вас маленькое это расстояние получилось, 16 см, то вы смотрите на свою мерочку ДТС. Не размер 52 нас интересует, это ширина. Нас интересует длина вашего позвоночника. Поэтому вы смотрите на мерку ДТС, и в зависимости от того, какая она у вас, если она у вас 43, то вы поднимаете нижний уровень проймы на высоту 17,5 см от линии талии вверх. Появилась новая меточка. Оформляете свою пройму, вот так вот. Значит, расчетная у вас была где-то здесь. Вы подняли ее выше, она стала вот здесь. Вы оформляете, вы измеряете новенький ВДП. Появился он, стал меньше, чем вы рассчитали, да. А потом вы идете... А потом вы идете к высоте оката рукава вашего рукавчика. И высоту оката рукава вы тоже уменьшаете на 2 см относительно новенького вертикального диаметра пройма. Получили новенький вертикальный диаметр проймы 18, скажем. Отняли 2, и только тогда, получив 16, с этой головкой построили свой рукавчик. Тогда все будет правильно. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас... Ага, вот это вот еще сохраните сейчас. Полезная информация. Видите как, да? Вот это все относится ко второму исключению из правил. Давайте посмотрим на экран. Смотрите, мои хорошие. Еще разочек. Очень важно, чтобы вы не выхватили пройму очень низко. Потому что низкая пройма не дает вам выполнить, не дает вам комфорта. Поэтому пройму надо поднимать. Чтобы пройму поднимать, мы контролируем участок от талии до нижнего уровня проймы, до начала проймочки. Как его надо, чтобы он у вас был не меньше, а больше 16 сантиметров. Этот участок должен быть больше 16 сантиметров. Мы говорили про это. Если у вас меньше 16 сантиметров получилось, то вы смотрите на мерочку длина до талии по спинке. Вот их значение. И в зависимости от вашей спинки, от ее длины, вы выбираете новое значение этого участка. Когда вы его получили, вот вы его выбрали, пройма у вас стала выше, появился новый вертикальный диаметр проймы. Вы следом за ним должны поменять высоту оката рукава. Она тоже будет новенькая. Для этого вы от новенького значения вертикального диаметра проймы отнимаете 2 сантиметра и строите рукавчик вот с такой высотой оката рукава, с такой головкой, с таким значением отрезка ОО1. Но ширина рукава под проймой при этом не меняется. Вот, собственно говоря, и все. Это очень существенно, это очень важно. И это очень часто встречается в изделиях. И тогда у вас и длина шовчика рукава будет побольше. Где я вам такую смешную картинку рисовала? Вот здесь, да? Когда вы уменьшаете вот эту головку, у вас и вот эта длина увеличивается, и плюс увеличивается расстояние от талии до проймы, и вы поднимаете руку спокойнее и лучше.